здравствуйте дорогие друзья в эфире михаил шакин автор блога shakin.ru и я продолжаю рассказывать о тех сервисах и программах которые использую в своей работе сегодня я хочу рассказать о полезном сервисе askusers.ru из сегодняшнего обзора вы узнаете в чем заключается суть сервиса askusers.ru какие у него есть преимущества я также покажу основы работы там очень все просто также вы увидите примеры заданий которые я заказывал для своего блога и я покажу отчет обработка данных которые на мой взгляд является изюминкой сервиса askusers.ru на seo конференции в казани я познакомился с денисом нарижным автором данного сервиса и денис так познавательно рассказывал о своем проекте что я загорелся желанием обязательно его попробовать я как раз подумывал сменить дизайн на shakin.ru и в процессе общения с денисом я пришел к выводу что перед сменой шаблона нужно обязательно попробовать askusers чтобы выяснить какие именно моменты на сайте нужно улучшить какие убрать и подредактировать а также на что нужно обратить внимание одним словом нужно получить стороннее мнение с точки зрения посетителя моего блога суть сервиса заключается в следующем можно задать вопросы и получить ответы о том насколько удобен ваш сайт что в нем можно усовершенствовать или изменить для улучшение удобства использования юзабилити сайта это как раз то что нужно также на вкладке часто задаваемые вопросы на сервисе askusers можно увидеть какие еще можно задачи решать с помощью askusers это исследование на большой выборке также можно исследовать на профессиональной аудитории и бит тестирование сайта сравнение сайта с конкурентами и также можно проводить глубокий анализ сайта на целевой аудитории минимальная стоимость заказа на askusers 90 рублей это один вопрос одному асессору кто такие асессоры это люди самых разных профессий и увлечений которые изучают ваш сайт и пишут свое мнение о его удобстве и функционале на основе своего пользовательского опыта теперь о преимуществах сервиса мне особенно понравился отчет обработка данных это отличная реализация и просто я считаю большое спасибо нужно сказать разработчикам за такой функционал также мне понравилось что на вопросы отвечают реальные люди то есть асессоры каждое выполненное задание сопровождается видеоотчетом по которому можно посмотреть весь ход действий пользователя все отчеты и видео можно скачать по отдельности или одним кликом пользоваться сервисом askusers очень просто регистрируйтесь пополняйте баланс и приступайте к работе предварительно советую ознакомиться со вкладкой частых вопросов а также перейти на блог проекта с материалами по созданию заданий и различным особенностям например вот как выбирать асессоров здесь очень подробно все моменты описаны у сервиса askusers отличный блок со справочной информацией здесь как раз можете почитать ознакомиться и никаких трудностей уже в дальнейшем у вас не возникнет особенно рекомендую вкладку лайфхаки там как раз не необходимые советы и полезные рекомендации именно по использованию сервиса как сравнить сайт с несколькими конкурентами допустим как экономить на исследовании подбирая лучших асессоров и так далее лучшие пять вопросов и дальше вы сами посмотрите для создания задания кликаете на кнопку затем даете название например анализ сайта затем можете выбрать один сайт либо сразу сравнить со сайтом конкурентов мы выберем допустим один сайт далее выбираем вопросы мне понравилось что вопросы уже разбиты по так сказать рубрикам вы можете выбрать из общего списка вопросы затем только вопросы касающиеся удобства пользователей на сайте найти слабые места в воронке продаж доверие сайта и так далее ну допустим мы остановимся на удобстве пользователя сайта вот этот вопрос нам подходит можно добавить свой комментарий здесь каждому вопросу то есть то что вопросы предлагаются это не значит что вы именно в том виде и должны принимать можно делать какие-то добавки например указать какие-то страницы вот именно в этом вопросе конкретные адреса дать или какие-то там комментарии свои написать если вопрос вам подходит то отмечайте галочку около него в этом вопросе например 4 сайта данной тематики вы можете вообще задать адреса четырех сайтов ведущих конкурентов с которыми вы хотите сравнить ваш сайт и поместить их адреса в этом поле и затем отметить этот вопрос ну допустим отмечаете там понравившиеся вопросы и добавить выбранные также можно добавить свой вопрос здесь вы можете также к нему комментарий добавить и то есть очень гибко настраивается и предложенные вопросы они сделаны для ориентира а также на основе того какие вопросы чаще всего задают заказчики на сервисе ask users то есть вам не надо с нуля придумывать что-то там свое у вас есть какие-то ориентиры и при этом вы можете использовать также свои вопросы непосредственно касающиеся вашего сайта на основе вот этих общих вопросов порядок вопросов можно легко поменять просто перетащив нужные вопросы на нужную позицию после того как вопросы сформированы мы нажимаем кнопку выбрать асессоров также можно сохранить и продолжить позже мы переходим к выбору асессоров они расположены по рейтингу то есть самые такие ответственные товарищи они располагаются с наивысшим рейтингом на первых позициях можете кликнуть на любого асессора прочитать его краткую анкету его увлечения и так далее если человек вам подходит то отмечайте галочкой таким образом выбираем подходящих асессоров и затем нажимаем кнопку добавить выбранных вот мы добавили можно продолжить поиск добавить еще и также если у вас большое количество вопросов или вы задаете их большому количеству асессоров но я считаю си большая коле большое количество информации то имеет смысл и я вот пользуюсь этой опции заказать отчет обработка данных о котором я сейчас расскажу чуть позднее это отличная функция которая позволяет вам экономить время и не просматривать каждое задание выполнено в отдельности затем выписывать из него какие-то моменты которые нужно подкорректировать или изменить на вашем сайте обработка данных позволяет вам увидеть наглядно сжато всю информацию которая должна быть выполнена по вашему сайту то есть экономится время и подается очень в удобной и наглядной форме примеры отчетов обработки данных можете увидеть в этом блоке и нам останется только перейти к оплате нажав на соответствующей кнопке сейчас на примере выполненных заданий для моего блога я покажу как выглядят задания и что они из себя представляют кликаем на анкету и можно посмотреть асессора который выполнял задание вот в этой колонке можно скачать анкету можно посмотреть видео включаем и смотрим запись 55 минут человек провел на моем сайте он его основательно изучал и просматривал что можно изменить что можно улучшить и вот в этом интерфейсе сервиса ask users в окне он попутно писал свои мысли и умозаключения вот таким образом очень удобно и это позволяет увидеть прямо полностью ход действий человека у меня был еще старый дизайн на блоге поэтому вот я как раз хотел увидеть что можно улучшить или изменить также можно скачать видео по отдельности можно добавить человека в черный список если он вам не понравился или в белый список чтобы в дальнейшем ему снова отправлять задание хочу обратить ваше внимание на нижнюю часть списка заданий здесь можно скачать все анкеты одним кликом все видео а также можно скачать самый главный отчет я считаю это обработка данных кликаем по нему и доступны и становятся два формата в вордовском доке и pdf кликаем на pdf и давайте посмотрим пример отчета обработка данных по моему блогу участвовал 20 асессоров с четырьмя вопросами вот такой план у нас этого отчета давайте посмотрим как удобно и в наглядной форме сделана диаграмма вот это ошибок и замечаний которые нашли на моем блоге 18 человек оставил замечание о дизайне моего блога также 8 человек об удобстве и 7 человек о контенте также доверие логика действий технические ошибки то есть основные моменты на которые можно обратить нужно обратить внимание при совершенствовании сайта это вот как раз можно увидеть по этой диаграмме очень удобно не надо просматривать все анкеты делать их краткие конспекты и вот здесь можно увидеть таблицу ошибки уже дальше расписаны сколько человек указала на данную ошибку на моем блоге было много рекламы очень запутанная навигация и не было понятно многим 8 человеком в частности какие цели у моего блога меню справа это очень неудобно не адаптивная верстка не понравилось всплывающее окно то есть таким образом вот этот список продолжается видно все доработки и замечания это прямо как чек-лист для улучшения сайта я считаю очень наглядно и хорошо сделано вот они здесь имеют легенду небольшую зеленой галочкой рекомендуют к исправлению восклицательный знак это важно но не является первоочередной задачей и вопросительный знак это нужно дополнительно провести тестирование следующий пункт это решение которые помогли бы сделать данный сайт удобнее по удобству мне поступило 16 предложений по улучшению по контенту 10 по дизайну 9 и по доверию 1 и вот непосредственно дальше таблица идет которая как раз подробно рассказывает все эти рекомендации и еще отмечается количество асессоров которые именно порекомендовали тот или иной совет следующий пункт рейтинг среди конкурентов как видно мой блога значительно уступает многим сайтам данной тематики и здесь есть где работать поле для действий большое здесь большое количество сайтов указано по самым разным запросам запросы были на усмотрение асессоров они сами задавали их и сравнивали с другими сайтами и блогами данной тематики здесь можно увидеть что доработать на моем сайте что им понравилось на других сайтах и так далее следующий пункт удобство восприятия контента здесь указаны на первых позициях страницы которые больше всего понравились асессором это social signals html на моем блоге в частности там у меня лендинг такой красивый размещен он понравился 10 человеком а также мои инструменты подборка там тоже у меня так более-менее красиво сделано а вот многие страницы такие с устаревшими уже статьями они немного конечно значительно уступают другим страницам по десятибальной шкале здесь то есть можно увидеть какие страницы нужно улучшать чтобы они больше нравились посетителям и производили более приятное впечатление и вот непосредственно здесь можно уже страницы эти в таблице увидеть доверие к сайту ровно у половины опрошенных мой сайт вызывает доверие и у ровно у половины нет вот таким образом тут тоже есть над чем работать и теперь здесь у нас табличка идет точные оценки страниц выставленные асессорами все очень подробно и основательно очень большая работа и большая пища для размышлений так сказать и поэтому я считаю что именно вот этот отчет обработка данных он является изюминкой в противном случае представляете там десятки допустим анкет по несколько вопросов каждая и придется ну буквально этот отчет составлять самостоятельно если не заказывать эту услугу на ask users то ну как бы большое количество времени на это уйдет конечно если у вас там два три вопроса и два три асессора то конечно там особого смысла нет но если вы уже серьезно подходите к анализу своего сайта и опросу асессоров то такой отчет очень будет полезен у некоторых выполненных заданий вы можете увидеть вот такие стрелки они означают что задание выполнял не тот асессор которого изначально вы выбрали а другой со схожими параметрами которого подобрал модератор ask users дело в том что сервис не может гарантировать что все асессоры которых вы выбрали согласятся смотреть ваш сайт часть из них может не подтвердить задание часть подтвердить и не выполнить часть просто поставить статус в отпуске поэтому функция подбора асессоров реализована вместо тех кто не смог выполнить задание будут подобраны другие исполнители анкеты которых схожи по полу возрасту и тематикам то есть предложенные асессоры также будут являться целевой аудиторией вашего сайта я хочу еще раз рассказать о важных моментах которые нужно учитывать каждый заказчик может добавить понравившегося асессора в белый список то есть вот он у нас белый список и он помечается в общем списке желтой звездочкой также можно добавить не понравившегося асессора в черный список он не будет в дальнейшем отобразаться отображаться в общем списке асессоров второе при составлении вопросов нужно персонализировать вопросы под свой сайт чтобы поставить асессоров в роль потенциальных покупателей и получить больше предметных ответов именно для вашего сайта. Например, если у вас сайт женской тематики, то логично, что большинство асессоров должны быть женского пола. А если у вас, допустим, сайт айтишный, то предпочтительнее, чтобы профессии и интересы асессоров совпадали с IT-тематикой. То есть, увлечение и работа должны быть связаны с компьютерами и так далее. Вопросов не должно быть много, чтобы асессор мог за один раз, за час-полтора ответить на них. И еще один момент, который нужно учитывать анкеты, отчеты и видеозаписи, можно брендировать своим логотипом. Что мне дало использование сервиса Ask Users? Я узнал мнение посетителей о своем блоге, увидел общую картину и те проблемные моменты, которые можно улучшить и доработать. В заключении хочу сказать, что сервис Ask Users мне очень понравился. Все хорошо продумано и удобно реализовано. Рекомендую его всем, кто хочет сделать свои сайты удобнее и интереснее для посетителей. Спасибо за внимание. С вами был Михаил Шакин, автор блога shakin.ru Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok